Владимир, реальная опалубка Еще два дня прошло Мы поставили все усилители Повторяю, для умников Кликабельная иконка про установку усилителей в конце видео Процесс сборка боковых частей опалубки с предыдущего видео Тоже кликабельная иконка в конце видео Две иконки про усилители и про начало этой опалубки Кому нужно, кликайте Плюс я подписчикам разослал ссылку на видео об усилении такой опалубки Еще раз я снимать не буду, 15 минут своей жизни тратить И армирование вы не увидите После того, как опалубка готова Траншею копали как уклон местности, такой уклон Заглубление лишь бы было 900 Для того, что эта глубина промерзания 800 чуть-чуть глубже Конечно, мы знаем, что нижнюю часть траншеи надо ровнять по уровню Но тогда в 100 края она бы была глубже на 50 сантиметров И, грубо говоря, на всем фундаменте на 15 кубов бетона Никому это не надо Поэтому мы заглубление делаем 900 А высоту над полом по нивелиру над землей И, как следствие, когда делаем армирование И мы изготавливаем хомуты из восьмерки Нам надо знать каждый хомут, его место и размерность Потому что иначе траншеют то вверх, то вниз, то в сторону Поэтому мы берем нивелирную рейку Так как она прямая Прямая и твердая, в отличие от рулет И мерим 16-й хомут Вот 16 написано 17-й хомут 18-й хомут И записываем их вот в такой строительный планшет От айпад Вот 16-й, 17-й, 18-й, ну и так до 32-го с этой стороны Вот размер фактически 127 Вычитаем из этого 127 12 сантиметров Это 7 сантиметров защитный слой внизу 5 сантиметров защитный слой вверху И получаем размер высоты хомута 115 А ширина все время на 300 Потому что защитный слой 5 сантиметров И так мы расчерчиваем для всех-всех хомутов И начинаем их изготавливать Единственное, что хомуты надо пометить Так как они взаимозаменяемые Вот здесь, например, толщина бетонного сердечника гуляет от 127 сантиметров До полутора метров Конечно Она плавно увеличится, а потом стабилизируется Как я гну хомуты, сейчас я вам покажу Ну, хомутики делаем так Начинаем хомутик гнуть с гусачка Он произвольный Мы знаем, что надо Загибать сильнее по СНИПу Но мы так делать не будем Потому что У нас очень узкая траншея 25 сантиметров И с этими пересечениями Там никак не сманипулируешь Второе Вот второй это шаблон Ширины хомута 16 сантиметров Вот здесь Покажи, Сережа, ближе Вот оно Мы не на край А 7 миллиметров внутрь делаем Потому что Если вы сделаете на край Будет уже не 16 А 16 с половиной, например А так будет четко 16 То есть вот Видите, разметка Высота хомута у нас 800 50 сантиметров Мы делаем 79 На 1 сантиметр меньше Нет, нет На 5 миллиметров меньше На 5 миллиметров меньше И погнали опять Ну тут понятно И еще Когда вы размечаете шаблон Вы не так вот его размечаете У вас будет тогда 18 А вот Накладываете С учетом Толщины арматуры И делаете отметку Опять же Вы не вот это место ставите А вот это И еще Вот это Для хомутов А вот это Загиб для рабочей арматуры Потому что Загиб для хомутов Небольшой излом Это только для хомутов Для конструкционной арматуры Для арматуры рабочей Так резко гнуть нельзя Так Теперь Последний Опять же У нас размер 80 Мы делаем 79 И в 7 И в 5 И в 5 И все Вот опять Мы не догибаем хомут Сильнее Потому что нам неудобно там манипулировать И еще Мы в размер хомуты не режем Потому что каждый хомут Другого размера Мы их режем с целого холыста И вот остался кусочек Берем Отключено Выключай Все Болгарку подключили Нет у меня с собой очков Они на башке стояли Нету И вот хомут готов Если делать по сниплу То кусочки должны быть Сильнее согнуты Вот четкий ровный хомутик Сколько там минут Вы смотрите по таймингу Быстро и легко После того как После того как Владелец дома Решил изменить высоту подвала У нас оказалось Что армирование торчит На 30-35 сантиметров выше Его стали резать Если резать его так Он одребезжит Сережа там руками держал Это все опасно Страшно Закусывает болгарку Лучше так не делать Поэтому пошли по другому пути Поэтому мы сначала Повязали их в каркас И обеспечили неподвижность Сразу говорю Мы режем болгаркой Без кожуха Потому что кожух отвалился А на болгарку На эту скиловскую Мы не можем его найти Отчетчики одели Присели Уперлись ножками И пошли И так дальше Немножко не дорезая Переламывать И все И так вы подрезаете Все четенько И в каркасах У вас все четко стоит Не дребезжит Это не опасно И второй человек Не должен вас страховать Порядки ускорения работы Разные методы Используются Используются Шаблончики Рулеточку А мы делаем так У нас всего Два вида поперечин 22 сантиметра И 35 сантиметров Мы маркером на ОСБ Нарисовали И у нас вот такие отходы От подвала С них мы режем поперечины Ложим Но сейчас я покажу одно Мы ложим по 4 штуки Ложим Ножкой стали И вот мне видно где резать Отчетчики одели И поперли И так вы спокойно режете Но только не забывайте Что трава сухая Сегодня пару раз Мы уже тут Микропожар устроили И следите за искрами Бывает искра залетит И загорится трава И будет большая беда Так вот Используя такой метод Вы очень быстро Накроите арматурку Вот Мы подготовили Опалубку под армирование Не закончена только Опалубка вот того Подвала Но вы видели Мы повторим ту же самую Опалубку Которая была В предыдущий раз Просто передвинем ее На один размер Делать вот эти стяжки Значит смотрите Стяжки Вот деревянная И проволочная Примерно 40-50 сантиметров Но вот отсюда начинаем Можно было еще две стяжки Но мы перестраховали Здесь 65-70 И сделали по три стяжки Как ставить эти стяжки Если вы лентяи На предыдущем видео Сами не кликнули В конце вот этого Вот этого видео Будет кликабельная иконка По которой кликните И посмотрите Как делать стяжки На такую опалубку Далее Вот Здесь Опалубка наклонилась На 3 сантиметра Мы никакие подкосы Никогда не делаем Если надо Мы вбиваем Очень длинный кол Метра два Но здесь был забор И от забора Тоже прочную стяжку Натягивали Пока Шнурок вот тут Не выровнялся И вертикаль Не получилось Больше никаких Раскосов нет Потому что Кстати Армирование Специально не показываю Для того Что вам Покажи армирование Вы будете Все фундаменты От Калининграда До Владивостока Так армировать Это неправильно Под каждый фундамент Свое армирование Я армирование Здесь не покажу И буду снимать так Чтобы вы армирование Не увидели Заключение Армирование подвала Оно типовое Так вот Что тут еще Уделите внимание Усилению углов Обязательно Опалубка Под бетон насос Так Сережа Мы одну стяжку Забыли поставить Вот На углу Три стяжки Туда Туда И под 45 градусов Вот мы Ну Мы еще доделаем Вот Что У нас появились Еще две стены Центральных Которые будут Ну Тут было много Стен Мелких Но их решили делать Гипсоблока Который будет монтироваться Прямо на стяжку Спаза гребневого Поэтому силовая Только вот эта И вот эта перегородка Их сечение 90 Ширина 25 То есть 90 Высота Это минимальная Уровень Ниже глубины промежзания А 25 Просто так От фонаря Там будет пеноблок В смысле газосиликатный блок Примерно 25 Ну По нему армопояс На который будут монтироваться балки Ну то есть Выкопали это вручную Пацаны Тут копать не глубоко было И над ними ставили тоже стяжки Также В углу двух стен Всегда обязательно Ставьте усилитель И видите там Треугольник Из деревянных усилитель сверху Всегда так делайте Потому что Где разжается опалубка Это на внешних углах И на углах стен Вот так выглядит Закрутка с этой стороны проволоки Почему так много Просто Кольцо проволоки Име это определенную длину Мы его резали пополам Болгаркой Но это был избыток На сороковых стенах Он очень маленький кусочек Торчит Вон она А на 25 стенах Соответственно По 15 сантиметров Лишняя проволока Но запариваться Мы не захотели Резать там вручную И поэтому сделали Так Для деревянной стяжки Мы всегда используем фанеру Эту фанеру Обресь Мебельный цех У хозяина Дома Он привез Но мы обычно 8-10 используем Ширина 4-5 сантиметров Ну а ширина Смотря от толщины стены Крепим Гвоздем и саморезом Или двумя саморезами Не меньше 75-го Крепим вертикальную стойку Обязательно Нормирование подвала Типовое Здесь очко 250 на 250 А здесь очко 400 на 400 Тут всякий срач нападал ОСБ установлено просто так Что просто откосы не сыпались постоянно Завтра здесь Подметем А потом попылесосим Щетками почистим Ну то есть тут будет чистенько И после чего мы создадим Опять опалубку Такую же как и была внизу Такую же сделаем и вверху Из основной стены По 6 арматурин Выпущено вверху И внизу И армирование подвала Имеет в сжатой зоне 3,12 арматуры Там внизу 3,12 И на высоте На отметке Примерно 2,10 Еще 3 Подвал будет прикрываться Плитами Поэтому Уровень подвала Ниже уровня стен На 32 сантиметра Вон затычки стоят Заглушки И так же вот она Вот здесь При примыкании подвала Все ОСБ обрисовали Ну чтобы откос земляной Сюда не сыпался И собираем опалубку подвала В последний день Для того чтобы Вот это все почистить Собрать опалубку За вечер все равно Что-нибудь отсюда высыпется Запенить там невозможно Там еще сантиметра 3 Короче еще Перед непосредственно Перед приемом с насоса Еще по пылесосам Но тут уже будет опалубка Палуба Поэтому Все ОСБ на стыках Вот так рубероидом соединены Но это понятно почему Для того чтобы И углы так же Для того Чтобы к земляне насыпалась Вот эта вытяжка Которая интегрирована в стену Так же заложено 2 гильзы В те стены Которые я уже снимал Для того чтобы потом Не пробивать дырки Вот Канализацию Ну как всегда В откос под углом Забито Вот он Прислонен к стене И забито Арматуринка Одна там Вторая Здесь произвольно Так как бетон насос Туда и будет давить Ну в смысле бетон И все будет нормально Ну так же везде сделано Везде вон Короче Ничего сложного